Прямо сейчас я зашел на совершенно новый аккаунт на Аризоне. На балансе 0 вертов и первый уровень. Но на этом аккаунте все-таки кое-что есть. Открываем инвентарь и видим вот такое вот огромное количество новых вот этих вот осколков секретного аксессуара. Инвентарь ими просто полностью забит. И здесь, если я не ошибаюсь, 14400 осколков. Прямо сейчас у меня в инвентаре буквально 36 миллиардов. Да, именно столько все эти осколки и стоят. Продавать я их конечно же не буду, нужны мне они для того, чтобы скрафтить эту самую новую рулетку и пооткрывать ее. И хватает мне этих осколков почти на целых 3000 новых рулеток, это просто жесть. Моя задача на сегодня проверить, смогу ли я окупиться с такого огромного количества новых рулеток. И вообще, смогу ли я собрать какой-нибудь сет из этих аксессуаров, которые мне будут выпадать. Пустой новый аккаунт мне нужен лишь для того, чтобы эксперимент был максимально честным. Вы действительно хотите создать секретный аксессуар из пяти осколков. Шанс сборки 100%, и это очень хорошо. Все, создаем, и вот он, ребят. Секретный аксессуар, та самая рулетка, но пока что я ее открывать не собираюсь. Как только я потрачу все эти осколки, тогда начнем открытие. Вот так вот мне придется просидеть, не знаю, наверное, полчаса, если не больше. Чтобы хотя бы одну страницу этих осколок вот так вот прокликать и создать эти рулетки. Ребята, если вы думаете, что снимать ролики легко, то посмотрите, что я тут уже настроил. У меня так устала рука кликать по мышке, что я поставил кликер. Вот здесь мышка стоит, а я жму только Enter. И все, и вот так вот это все происходит. Но это только вторая страница осколков началась, а у меня уже рука болит вот так вот по Enter кликать. Это просто жесть какая-то. Я не знаю, смогу ли я вообще все эти осколки сейчас вот докликать. Мне кажется, нет. Ну что, наконец-то это случилось. Я скрафтил все 2240 рулеток. И вы себе даже не представляете, что сейчас с моей рукой. Она просто жутко болит. И сейчас мне еще предстоит это все открывать. Тянуть не вижу смысла, начинаем сразу. Я, кстати, впервые открываю эти рулетки с секретным аксессуаром. Выпасть здесь может обычный аксессуар, необычный и редкий аксессуар. Ну, погнали, открываем. Рулетка вот так вот долго крутится и, скорее всего, мне придется купить рулеточный компас. Потому что так долго я просто не вывезу так долго открывать эти все рулетки. И выпадает мне, конечно же, обычный аксессуар. Хотя следом шло два редких подряд. Так, забираем приз и я получил рюкзак номер 3. Одна штука. Это вот такой вот какой-то рюкзак. Кстати, здесь даже характеристики нормальные. Плюс 1 к защите и плюс 5 к максимальному здоровью. И вот так вот этот рюкзак выглядит. Честно, вообще впервые вижу его на Аризоне. Но в целом, вроде как, неплохой такой даже рюкзачок. Судя по его характеристикам, можно будет его продать, ну, миллионам за 10-15, я думаю, не больше. Намутил я себе, в общем-то, рулеточный компас. И теперь открывать будет намного быстрее. Все, понеслась. Открываем и выпадает обычный аксессуар. Какая-то каска. Да, ребят, это... Это вообще что такое? Опять обычный меч из аниме. А это точно меч из аниме? Ребят, я не знаю, что это такое вообще? Разработчики, вы в своем уме? Что вы вообще добавили в игру? Я не понимаю. Опять обычный сумка-барышка бело-красная. Ну, это фигня. О, необычный аксессуар, ребят. Открываем. Что это? Синяя шляпа-маяк. Ребят, что это такое? Что это за бред? Опять необычный очки будущего 2. Опять, ребят, какая-то фигня. Ну, что это? Ну, что это такое, блин? Это очки будущего. Это... Я не знаю, блин, это бред. От первого лица вообще видок супер. Короче, я не вижу смысла вообще даже показывать вам такие аксы. Скорее всего, это будет полный бред. Поэтому буду показывать вот только если выпадает что-то крутое. Рюкзак полицейский. Плавник номер 7. Необычный аксессуар. Аксессуар картонная вывеска 2. Вот это необычный аксессуар. Серьезно, у каждого бомжа такой акс. Это необычный? Красная кнопка на спине. Шлем Стив. О, вот это вот классный аксессуар. Правда, характеристики такие себе. Плюс 1 к удаче. Вот это вот все руинит. И цена на такой аксессуар, наверное, ну миллионов 10. Прям край. Крылья номер 1. Кстати, крылья вот такие вот прикольные. И у них даже нормальные характеристики. Плюс 1 к урону и 5 максимальному здоровью. Это значит, что такие крылья, ну миллионов за 30, я думаю, точно уйдут. Экзоскелет. Необычный аксессуар. Шапка. Вот так выглядит эта шапка, ребят. Это необычный аксессуар. Напоминаю. Необычный аксессуар. Серьезно? Ладно, рулеток у нас прям очень много. Не буду вам реально показывать каждые аксессуары. Буду показывать только годные. Часы Casio G-Shock. О, ребят, вот это топ. Посмотрите просто, первая страница у меня уже зафулина всяким хламом. И вот эти часы Casio G-Shock. Плюс 1 к урону и 5 к максимальному здоровью. Это отличные часы для переноса. И они должны стоить реальных денег. Честно, не знаю, сколько такие стоят. Но знаю, что очень часто подобные часы с такими характеристиками используют для переноса разных характеристик с других аксов. Поэтому они очень ценятся. И это первый, реально первый нормальный такой прям дорогой аксессуар здесь. Пиратский рюкзак. Маска V-Range. Кстати, тоже топ-акс, по-моему. Плюс 1 к защите и 5 к максимальному здоровью. Да, ребят, это тоже классная маска для переноса. Насколько я знаю, сейчас цены на нее немного упали. Ну, как немного? Сильно достаточно. Но все равно она ценится. И это довольно-таки неплохой аксессуар. Летучая мышь. Красная сумка за спиной. Пояс номер 14. Маска БК. Кепка Tommy Hilfiger. Ледяная скорбь. Каска номер 4. Сумка 1. Голова тыква. Галактический синий шлем. Кепка обратная. Чего? Шапка Олень. Рюкзак ученого. Рюкзак желтый. Хаги-ваги. Кейс анимированный. Пояс номер 14. Опять. Праздничный шарик номер 2. Кепка Гучи. Опа. Погоди. Кепка Гучи. Это если я не ошибаюсь. Тоже круто для переноса. А нет. Плюс 1 к удаче. Ребят. Ну блин. Это такой мусорный акс достаточно. Хотя выглядит круто. Погоди. Я по-моему пропустил. Мне выпала голова тыква. Данный предмет имеет следующие характеристики. По умолчанию. Защита минус 1. Урон плюс 2. И удача 2%. И по-моему это реально крутой аксессуар. Вот так вот он выглядит. И да, ребят. Это топовый акс. Я что-то реально пропустил, когда она мне выпала. Я даже не заметил. Ну-ка прайс. Голова тыква. Сколько? 12 миллионов 100 тысяч в iCity? Ребят. Это по курсу 1 миллиард 210 миллионов. Чего? Как я ее вообще пропустил, когда она мне выпадала? Смотрите сколько аксов я выбил еще после этого. Я просто забыл. Просто не обратил внимания на нее. Кстати, вот этот аксессуар летучая мышь я тоже недооценил. Вот так вот он выглядит. Вот такая вот летучая мышь летает. И здесь тоже есть характеристики. Защита минус 1. И удача шанс 1%. Такие себе тоже характеристики, конечно. Но имеют место быть. И думаю, ее даже можно будет тоже продать за хорошую сумму. И пока что я даже вторую страницу еще до конца не заполнил аксессуарами. И мне уже нравится, ребят. Я уже выбил один топовый аксессуар. Ну что, мой инвентарь полностью зафулился. А значит будем смотреть, что мне выпало. Вот такая вот фигня на спину. Вот это, ребят, это просто без комментариев. Я даже не знаю, под чем нужно было быть, чтобы такое придумать. На второй странице просто куча разной фигни. Реально бесполезной. Вон, боксерская перчатка адванс мне выпала. Золотые погоны. Нет, ребят, мне реально страшно. Вот это золотые погоны. Вот это мне выпало. Это просто жесть. Вот такой вот сюрикен ниндзя мне выпал. Выглядит, конечно, прикольно, но бесполезный аксессуар. Ядерная бомба. Ребят, ну с такой штукой на спине лучше не разгуливать по штату так-то. Я вам так скажу. Да и вообще, покажите мне разработчика, который вот это вот добавил в игру. Вообще, что это? Ладно, какие-то виллы из Шрека мне выпали. Но это из Батл Пасса аксессуар, поэтому он тоже беспонтовый. И сумка бизнесмена. Выглядит она вот так. Вот такая вот сумочка Луи Виттон маленькая. Таких всего 14 на сервере. Не знаю, что она стоит. Скорее всего, ничего, потому что характеристик у нее никаких нет. Вот такие вот очки мне выпали. Здесь я, пожалуй, комментировать не буду вообще, что это такое. В целом, понятное дело, большая часть аксессуаров это полный хлам. Но как минимум 4-5 аксессуаров прикольных все же есть. Вот эта вот маска тыква, я реально с этого просто в шоке, ребят. Чтобы вы понимали, открыл я, наверное, чуть больше 100 этих рулеток. А здесь у меня еще полная страница этих рулеток. Блин, их еще открывать и открывать. Вообще, если честно, открыв все эти рулетки, я хотел посмотреть вообще, какой сет получится с этого всего собрать. И судя по тому, что из 100 рулеток мне уже выпала вот эта вот тыква, я думаю, сет будет реально топовым. В общем, наступил уже следующий день и, ребят, случилось то, чего я боялся больше всего. Как вы понимаете, 3000 аксессуаров, которые выпали бы мне из этих рулеток, девать просто мне некуда. Поэтому приходилось периодически очищать свой инвентарь от аксессуаров, которые стоят, мягко говоря, копейки. А таких, как вы понимаете, было очень много. Благо, мне выдали на этот аккаунт админку и у меня появилась возможность вводить вот эту команду, remove item. Благодаря которой я мог удалять предметы из своего инвентаря и случайно удалил рулеточный компас. Он у меня лежал буквально вот в этом слоте и я случайно его удалил вместе с какими-то аксессуарами. И осталось у меня 213 рулеток. То есть эти 213 рулеток, как вы понимаете, без рулеточного компаса открывать, ну, уже не вариант. Искать новый я как-то не очень хочу, да, если честно, я уже очень сильно устал их открывать. Это просто жесть. Я, если честно, думал, видос сниму за час, а снимаю его уже просто второй день. Несмотря на то, что осталось еще чуть больше 200 рулеток, дропа у меня достаточно. Реально много крутых годных аксессуаров. Ну и начнем вот с этой последней страницы. Здесь у меня видно две каких-то лавки и еще три каких-то других. Это у нас новогодние палатки и еще вот ледяные палатки. Это вот такие вот кастомные лавки для продажи. По сути, вот такие вот лавки ничем не отличаются от самых обычных переносных лавок. Никаких дополнительных бонусов они не дают, но выглядят прикольно, поэтому я решил их оставить. Новогодняя лавка выглядит вот так. Думаю, все прекрасно видели такие лавки, но, правда, они довольно редкие. Следующая страница. Здесь снова вот эти вот лавки. Их довольно много выпало. И идут вот такие вот аксессуары. Шапка офицера. Как видите, никаких характеристик здесь нет. Просто я узнал, что эти аксы довольно ценятся. Шапка выглядит вот так. Не знаю, что в ней такого нашли, но стоит она неплохо. Средняя цена у нее 2 миллиона 800 тысяч вайсити долларов. Дальше идет рюкзак Луи Виттон. У него тоже нет никаких характеристик, но выглядит круто. Две вот таких вот головы пряничного человека. Плюс один к урону и пять к максимальному здоровью. Выглядит этот акс вот таким вот образом. Далее идут какие-то крылья голубые, желтые. Крылья номер 6 дают плюс один к урону. А синие номер 7 тоже плюс один к урону. То есть они одинаковые по характеристикам. Выглядят они вот таким вот образом. Дальше идут уже вот такие вот крылья. Красные, синие и одни какие-то фиолетовые. Фиолетовые у нас на урон, синие на защиту, а красные тоже на урон. По идее, такие крылья можно продать миллионов за 50-100. Три алмазных кирки Майнкрафт. Дает плюс один к защите. Неплохой аксессуар для переноса. И куча вот таких вот разных масок с игры в кальмара. Все они разные. Здесь есть и на защиту, и даже вот одна на удачу здесь завалялась. Две маски распорядителя, плюс один к урону. Шлем Гомера, плюс один к защите. Вот так вот он, если что, выглядит. Прикольно. Для переноса пойдет. Ну и на следующей странице у нас вот такая вот картина. Здесь у нас и три рюкзака Крипер. И какие-то вот такие вот рюкзаки Альпиниста. Стоит такие 7 миллионов вайсити долларов, между прочим. Выпала одна вот такая вот эксклюзивная шляпа 4, плюс один к урону. Она когда-то была в Батл Пассе, насколько я знаю. Также знаю, что ее очень часто берут для переносов. Вот такой вот шлем Эллен, тоже с каким-то крутым бафом. Три розовых шлема, вот разные тут маски, три маски в ренч. Одна маска Локи на урон, и неоновая маска тоже на урон. И внимание, ребят, целых 5 кепок Суприм, 3 кепки LA и 3 кепки Ральф Лоурен. Ральф Лоурен и Суприм у нас на защиту, а LA на урон тоже берут для переносов. Выглядят эти кепки примерно вот так. Дальше пошли наушники. Наушники Beats by Dre на урон, наушники Razor на защиту и наушники AirPods Max на урон. Ну и на первой странице у нас самая жирная. На самом деле мне выпало целых 2 вот таких вот головы тыквы. И вот они лежат у меня прямо здесь. Также выпало целых 5 каких-то вот этих вот летучих мышей. Здесь у нас белые характеристики и их можно переносить. Ну и, ребят, выпала маска череп на плюс 2 к урону и плюс 10 к максимальной броне. Это один из топовых аксессуаров. Сейчас выглядит она вот так вот. К сожалению, выпала только одна, но я был ей очень рад. Какой-то экзоскелет плюс 12 хп к максимальному здоровью и плюс 12 к максимальной броне. Вот такие вот у него характеристики, но я решил его добавить. Не знаю, ценится он или нет. Выглядит вот так. А дальше у нас идет просто куча разных часов. Здесь и Apple Watch на защиту. По теке на удачу у нас целых 2 штуки выпало. Выпало 5 G-шоков на урон. Двое Casio на защиту. Трое часов Cartier на удачу. Часы Cartier самые дешевые из этих всех. Одни часы Gucci на урон. И трое Rolex на защиту. Также здесь вот еще 3 каких-то аксессуара новогодний компаньон. Здесь у нас удача, шанс, 10% крит урона. Не знаю, ценится этот акс или нет, но решил его оставить здесь. А также мне выпало 2 нимба. Если кто не знает, каждые 5 секунд он восстанавливает хп. Вот такая вот картина, в общем-то, у нас по аксессуарам. Еще, конечно, осталось 213 сундуков. Из них, я думаю, мне выпали бы еще какие-то годные аксы. И я бы полностью забил бы свой инвентарь 100%. Ну а все остальные аксы, к сожалению, были либо без характеристик, либо на удачу, на какую-то еще фигню. Я их просто удалял, потому что их просто реально некуда девать. Моя главная цель была посмотреть, смогу ли я выбить какой-то прикольный сет. И, в общем-то, вот такой вот сетик я смог собрать из тех аксов, что мне выпали. К сожалению, в четвертый слот аксессуара у меня не оказалось. Вместо головы тыквы можно, конечно, надеть еще нимб, но, блин, не знаю, что лучше на самом деле. Ну и вот такие вот характеристики у данного сета. Минус 6% от урона, регенерации, к сожалению, нету, урон плюс 4, шанс 3% на крит, плюс 10 максимального хп, плюс 10 максимальной брони. И в целом все. На самом деле сетик довольно слабый вышел. А как вы вообще считаете, я окупился с этих 3000 рулеток или нет? Напишите в комментариях.